Татьяна Михайловна, вы 12 лет проработали под началом Игоря Николаевича Лукина, главного режиссера театра «Кукол», заслуженного деятеля искусств России. Какие воспоминания навеяла книга, вышедшая в память о нем «Игорь Лукин и его театр»? Прочитав книгу «Игорь Лукин и его театр», у меня такая ностальгия была по тому времени. Я перелистывала эти страницы этой книги, я вспоминала, у меня перед глазами вспомнилось все. Я даже всплакнула. Я вспомнила, как мы каждые субботы-воскресенья работали в кинотеатре «Юность» и всегда играли по три спектакля. Наш театр выпускал каждый год три спектакля. Наш репетиционный зал находился на третьем этаже. Кинотеатр «Юность». И вот однажды мы репетировали спектакль «Сэмба», детский спектакль. А мне досталась роль Тобика. Без слов. Ну что делать, без слов, без слов. Мы порепетировали, репетиция закончилась, все ушли домой, а я осталась. Потому что, во-первых, ну как без слов? Мне что надо, как с куклой сделать? Так, чтобы было понятно зрителю, кто это, что за персонаж. И вот я искала, долго-долго искала. Я через пластику куклы добивалась. Мне нужно было показать, что это Тобик. Его отношение к хозяину, к окружающему миру, радость, испуг, как защитить хозяина. И я не заметила, как пролетело время. И тут открывается дверь. Входит Игорь Николаевич и говорит, «Татьяна, уже поздно, 8 часов пора домой. Кукла должна отдохнуть». Ну вот, мы ушли домой. На следующий день я опять репетировала. Знаете, Игорь Николаевич, это очень добрый был человек. Талантливый режиссер. Искренний. Большой фантазер. И, конечно, он так любил куклу, что это его любовь передалась... Вот я говорю за себя, лично мне. Я прихожу в театр до сих пор, и я здороваюсь с куклой. И не могу пройти мимо. Я обязательно её поглажу, поздороваюсь. И когда заканчиваю спектакль, обязательно говорю спасибо и ухожу. Это... Я считаю, что это... Она мне дарит радость. Любовь, свою радость и любовь я отдаю зрителям. Это всё взаимно. Так что, вспоминая это время, я, конечно, у меня столько радости, восторга. Мы так репетировали, что мы ничего не замечали. Мы не замечали время. Нам... Мы никогда не спорили, кто там главную роль, не главную. Мы знали, что у каждого есть роли. И самое главное, Игорь Николаевич, он заражал нас своим оптимизмом, заражал своей энергией. Мы выходили, несмотря на 5-7 часов репетиции, мы выходили окрылённые этой репетиции. И я хочу сказать, что историю нельзя зачеркивать. Она должна остаться в памяти, в сердцах каждого, кто с ним работал. И наши воронежцы, они должны знать, помнить и обязательно знать, что инициатором строительства Воронежского театра кукол был Игорь Николаевич Лукин. А ещё у меня есть подарок, сюрприз, кукла из спектакля Игоря Николаевича «Маленький мук». Это кошка. Кошка, она очень хитрющая. Она живёт у злой волшебницы. Вот эта кошка. Она такая капризная. Раз, спрячется, и не видно её. Её надо погладить, позвать. Ну, иди, иди сюда. Посмотрит. Так, сюда, сюда, посмотрит, сюда. И, видите, папа-ри-ра-ри-ра, папа-рам, 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 пи-ти-ри-ти-ри-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. А я помню, как мы ходили, у нас было семь кошек. И вот первая моя была кошка. И вот они все, как я делаю, так они повторяли, мы одинаково походку искали. Здорово. Это перчаточная кукла, но она такая живая. У нас сейчас делают перчаточные, ну, редко. А вот эта тогда перчаточная, это чудо было. Всё видно, всё отлично. Это та самая кукла, которая была в спектакле много-много лет назад? Да. Правда, это дубль, потому что, ну, вот я любитель покопаться, мне обязательно, я никогда, я не брошу дело, пока я не добуду своего. Ну, не знаю, может, это в силу характера, я люблю, чтобы вот мне было всё понятно, чтобы мне было интересно. А раз мне интересно, интересно и зрителю. Поэтому вот я долго ищу, и я попросила, мне сделали дубль. Вот это был дубль кошки. Поэтому, вот видите, она ходит. Чао. Смешная, вот так. Ну, что ещё сказать я хочу? Самое главное. Хочу сказать большое спасибо, низкий поклон Галине Георгиевне, конечно, за эту книгу. Но для меня это подарок. Я вспомнила свою юность, можно сказать, как мы репетировали, как у нас проходили спектакли и детские, и взрослые. А взрослые, какое-то было чудо. Для нас это было бочка счастья, когда аплодисменты, всё, что-то неимоверное было. И ещё хочу сказать, что Игорь Николаевич, он был очень внимательный к актёрам. Я приехала в 1974 году, и как бы я ни... В каком бы настроении я ни была, он всегда спрашивает, Татьяна, у тебя всё нормально, всё хорошо. Как мама дома спросит. Его любовь, я уже говорила, наверное, что она передалась настолько, что вот я просто не мыслю себя без куклы. Я уже работаю очень долго, но до сих пор я с большой радостью вспоминаю Игоря Николаевича, потому что это моя была, можно сказать, вторая стартовая ступень в Воронеже. Первая — это Рыбинский театр кукол, где я проработала пять лет. И вот Игорь Николаевич — это вторая стартовая ступенька, где я почувствовала, что действительно я нужна, я что-то умею, я учусь, и мне интересно работать. Это моё, это моя профессия. Я получаю радость, я дарю радость другим. Вы знаете, совсем недавно хочу поделиться. На улице меня останавливает девочка, лет 13, и говорит, здравствуйте, здравствуйте. Она говорит, а я привела братика своего на спектакли. Я видела все ваши спектакли и подарила мне поросёнка, маленькую куклу такую. И у меня аж слёзы выступили. Я говорю, спасибо. Я говорю, ты приходи обязательно. Он говорит, мы обязательно с братом придём ещё. Вот такие чудеса. Так что, Игорь Николаевич, спасибо большое за то, что наши воронежцы, они самые счастливые и большие, и маленькие, потому что у нас есть такое замечательное здание «Воронежский театр кукол». Татьяна Михайловна, ну, вы когда приехали в Воронеж, театра кукол как такового в принципе не было, здания этого ещё не было. И я знаю, что вы сами попросили приехать именно сюда работать, к Игорю Николаевичу. Вы когда приехали, не удивились, что вот какие условия, что нет здания такого, который мог именоваться театр кукол? Нет, меня ничего не испугало. Скажу больше. Я приехала в Воронеж и спрашиваю, где театр кукол? Кто-то пожимал плечами, кто-то говорил, ну, где-то на Комиссаржевской, а где Комиссаржевская улица? Комиссаржевская, это там, где кинотеатр «Юность». Ну, пришла кинотеатр «Юность», смотрю, театра нигде нет, чтобы название было «Театр кукол». Спрашиваю, вы не скажете, где театр кукол? А, да это здесь, на третьем этаже. Я пришла, Игорь Николаевич, там всё поздоровал, говорю, вот я приехала, он молодец, молодец, приехала. Самое главное, я сразу, с первого дня влилась в репетицию, и я забыла даже маме позвонить, что я доехала. Мама прислала телеграмму, Игорь Николаевич, вызывай от меня, говорит, «Татьяна, а ты маме сообщила, что ты доехала?» Я говорю, «Нет, забыла». Он говорит, «Ну как же так, забыла, срочно телеграфируй». Так что меня ничего не испугало. Я вошла в репетицию, я репетировала, где-то, ну, если я говорю, что на второй год, он мне очень доверял, не знаю, может, верил настолько в меня, я в него верила, он в меня верил, что на второй уже год я получила диплом первой степени за спектакль «Я цыпленок, ты цыпленок». Это у меня радость была. Так что ничего меня не испугало. Я была на своем месте. И это меня радовало. Татьяна Михайловна, а вы помните свои роли? Кого вы играли? Я знаю, что у вас даже была мужская роль. Да, у меня была мужская роль, это жиган я играла. Впервые. А вообще самая первая роль это была «Нехачучка». Я там играла «Зайчика». Потом «Зайчья школа» опять «Зайчика» играла. «Гуси-лебеди» я «Машеньку» играла. «Аленушка и солдат» «Аленушку» играла. Конечно, Игорь Николаевич, он ставил у нас в основном детские спектакли и все свое добро мы через эти спектакли несли. Я говорю, что дети нас любили безумно. Я даже я не могу сказать, какая-то внутренняя энергия должна быть, чтобы после каждого спектакля дети они еще не сразу уходили, хотя в кинотеатре нас подгоняли, говорили, давайте, давайте, освобождайте. Они стояли и ждали, когда пойдут актеры, или может еще кукла где-то появится, радовались за нас. вот такие. А спектаклей очень много. Я посчитала 81 спектакль я отыграла вот с Игорем Николаевичем. И в основном главные роли? В основном, да, он как-то доверял мне. Не знаю, мне нравилось. Я с удовольствием играла. Татьяна Михайловна, а вот опять вернусь к книге, вот читая ее, на что вот вы обратили внимание в первую очередь и что, может быть, еще можно было дополнить? Какие-то воспоминания вот у вас остались самые яркие, может быть, и во вторую часть книги это было? книга — это моноспектакль Игоря Николаевича. Занавес поднимается, идет действие. И вот как я на одном дыхании смотрю спектакль, так и эта книга читалась. Я ее прочитала за один вечер, потом я ее закрыла. На следующий день я уже открыла где-то серединки. Я вспомнила, вот я вспомнила по спектаклям, там и партизанская сказка. Я не играла там, но Игорь Николаевич всегда разрешал нам на этих спектаклях быть. Вот, хочу быть большим, я смотрела, я там водилась в этот спектакль. О, правила уличного движения. И мы ездили с этим спектаклем на сельские гастроли. Я там играла куклу. Дети так любили наши спектакли, они вообще визжали, даже взрослые приходили. Однажды мы играем этот спектакль, взрослый дядя, а ширмовой спектакль. Взрослый дядя смотрит у нас через ширму, что мы делаем, вы только посмотрите, что они тут делают. Мы долго смеялись. Детские спектакли. Я не знаю, каждый спектакль, ну, для меня он не проходил без следа, потому что в каждом спектакле я получала что-то новое, и отдавала себя. Новая система кукол. Даже если не новая система, все равно что-то хочется найти, то, что я уже не повторялась, правда? Но если я там раньше просто ходила вот так, то в этом спектакле ага, вот так можно сделать, и так походить, и крадется кукла, и голова у нее вот как, видите, здорово. Вот фотографии есть, мы все молодые, красивые. Вот, видите? Я цыганенка играла в живом плане, а потом поросенка заколдованного. Мы любили как-то, дружно жили, жили очень дружно, несмотря на все трудности. Не знаю, может, потому что мне тогда было 23-24 года, и я не ощущала этих трудностей, мне ничего не смущало, что я живу в общежитии, что там что-то еще, что нет у нас своего здания. Вы знаете, Игорь Николаевич делился с нами, мысля, вот хотелось бы, класс, Игорь Николаевич, здорово, нам бы так хотелось это. Ну, мы думали, что это, наверное, никогда, вряд ли это может. Но он так нам давал, закладывал у нас, что возможно, когда-нибудь у нас будет чудесное здание, и вот надо как работать, как стараться. Это нас подстегивало, конечно, и мы с новой силой в работу, в работу. А когда появилось, это было снежное здание? Ну, радости это не было. Мы первый раз ходили, смотрели, трогали, неужели это наши? Так что, низкий поклон Игорь Николаевичу. Спасибо ему. Я думаю, что воронежцы обязательно должны знать, кто был инициатором. Строительство этого здания. Строительство этого здания.